всем привет дорогие друзья с вами как всегда ваш дорогой и незабываемый мистер он бери и сегодня мы приготовим такую штуку которая может идти вместо пиццы приходит какая-то к тебе компания ты вместо пиццы херак им и макароны вот в общем что у нас есть у нас есть вот такая интересная штука это каннеллони это макароны которые идут трубочками вот и их можно очень-очень вкусно фаршировать чем-нибудь и в итоге запекать духовке и будет прикольно вот такая штука вот что давайте приступим начнем заправки до начала возьмем ветчину какую-нибудь вкусную возьмем ножик и вот так вот почистим всего лишнего вот почистили колбасу целую я думаю даже нет не цела вот столько нам хватит не столько столько и нарезаем мелкими кусочками маленькими кубиками такими вот так аккуратно вдоль серый ныне снимаем нет так вот такими вот примерно кусочками можно было бы конечно поменьше но так сошь сойдет попробуем вот эту кого-то половинку нарезать поменьше поменьше потому что чем меньше ну чем соответственно вкуснее будет самом нашем итоговом продукте так сказать и так же точно точно также нарезаем вдоль аккуратно все так колбасу мы нарезали почему извините ветчина это для english breakfast ветчина скидываем смотрите лайфак самом деле правильно вот так скидывать это в каком-то меме увидел там типа когда узнал что так можно для него просто все тайны в мире раскрылись вот чем можно было ее поджарить слегка ладно мы все равно будем сейчас смешивать с этим всем берем какой-нибудь мягкий сыр можно брынзу вот у нас брынза болгарская в нашем случае можно кусочками кусочками вот открываем пахнет нормально нарезаем брынзу нашу болгарскую не буду говорить какая фирма чтобы не было рекламы она сама по себе ломается легко кстати очень похоже на адыгейский сыр по запаху и по цвету и по консистенции по самой очень похоже потому что брынза она такая должна быть все влажная там гибкая а этот мягенькая а этот мягенький сыр вот потом можно делать вот так вот не думайте что я зажрался просто так удобнее и тоже мелкими 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 кусочками все хотелось бы чтобы она была крайне мелкой чтобы потом как перемешать интересно и скидываем нашу брынзу в адский котел шучу не в адский короче убиваем сюда еще яйцо одно потом это нужно будет перемешать мы руки перчим так добавляем слегка орегано вот так вот специи всякие вкусные на место так и солим 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 или солим кто знает ладно солим и солим что мы еще туда не добавили кто мне ответит правильно вот такой вот сыр берем нарезаем его кубиками это для пармезана это пармезан и вот так вот красиво режем кубиками так шикарно все это убираем сюда получится красиво получается красиво согласись согласись согласились слегка натираем сюда пармезан это не пармезан это похоже это какая-то какой-то сыр боя но пахнет вкусом по ним нюхай нюхай и вот таким вот образом натираем не надо мне снимать когда с таким лицом может просто другой рукой надо держать или другой тереть получится довольно таки сырно еще раз натрем остальное пойдет чуть чуть попозже поэтому вот так хватит серый издеваться берем ложечку смешиваем все это тут яйцо всякие сыры и ветчина красиво кстати запахло не прикольно поставить воду нужно кастрюльки ставим кастрюлю кипятиться чтобы погрузить туда клоник каннелоне в принципе все смесь готова естественно нужно добавить слегка зелени вот берем вот так вот и нарезаем мелкими кусочками как вкусно пахнет в общем небольшой кусман сливочного масла управляем на сковородку растапливаться упадешь или нет вот оно должно растопиться и дать такой вкусный запах приятный слегка слегка муки добавляем туда совсем чуть-чуть это масло и перемешиваем масло не гореть вот здесь мука перемешку с маслом еще чуть-чуть даже можно добавить муки еще чуть-чуть вот столичка и подождать пока масло муку все съест грубо говоря то есть пока до золотистого до золотистого состояния ну вот в принципе уже золотистая даже немножко больше можно вливать молоко это друзья соус бешемель и таким образом ждем загустение молока загустевание загустение и все будет четенько из-за того что в составе присутствует мука обжаренная молоко вот так вот сразу резко получает объем вот и скоро она совсем загустеет так у нас закипела вода и мы буквально на 3-4 минуты закидываем туда наши макарошки какие три на 2 минуты ровно прям чтобы они просто провалились слегка в общем подписывайтесь на канал влада ссылочка будет в описании там он проводит регулярно стримы по харстоуну по доте 2 по контр страйку по танкам он особенно любит играть в world of tanks вот так что если вы его целевая аудитория то приходите к нему в общем макарошки готовы к нашему соусу добавляем немножко кичупца и перемешиваем нужно загустел прям какой хороший густой стал вот важно кичупца не перебавить потому что это будет ну не очень вкусно так берем накидываем в противень вот так вот и смазываем берем каннелоню вот так вот снизу зажимаем и ладно это легче делать руками и вот так запихиваем туда всю эту шушеру по макси по максимал очки захерачиваем и выкладываем и выкладываем вот сюда так берем короче еще сыр мелкий мелкий трем и сверху вот так вот красиво посыпаем наши каннелони вот и ставим духовку уже разогреваться на 240 градусов вот дальше потом скажу так у нас в принципе духовка разогрелась и духовку можно на 20 минут мы отправляем наши каннелони отдыхать итак друзья время попробовать сие чудо человеческая деятельность оба сверху те что были они немножко поджарились с такой прикольной корочкой я думаю тут две вилки нужны вот 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 эту раз неплохо сыр тянется скажу я сразу берем чистый ножик берем каннелонинку и вот так вот отрезаем все выпало с нее что могло ну ладно пробуем пахнет кстати зашибенно довольно вкусная штука скажу я вам блин неплохо получилось прям такая нежная и ну вкус реально как вот для друзей вместо пиццы я так как и говорил вот прям вкусная штука даже еще даже отрежу себе вот так вот ну что можно сказать спасибо ребят что посмотрели обязательно ставьте лайк если бы хотели попробовать такой рецепт обязательно вот подписывайтесь на канал Влада и всем пока вот вот это же нигде типа он целый час не снимает да? нет снимает тереть тереть неудобность может просто другой рукой надо держать или другой тереть в смысле это очень смешно я картинку уберу оставлю только голос может одной рукой держать а второй тереть надо ублюдок